Как победить нарциссом? В этом видео я вам расскажу 5 вещей, которые с одной стороны достаточно простые, с другой стороны они очень важны. Если вы последовательно одну за другой сделаете все 5, то вы можете ваши отношения с нарциссом из формата, где он вас контролирует, унижает, собственно уничтожает, чтобы получать нарциссический ресурс, перевести в такой формат отношений, когда вы, собственно, говорите, что вам нужно, вы получаете, что вам нужно получать, когда вы как бы диктуете свою волю в этих отношениях. Конечно, лучше не общаться с такими людьми, которые тебя разрушают, но бывает так, что ты не можешь перестать с таким человеком общаться. Предположим, это твой родственник, это отец твоего ребенка, это какой-то сотрудник на работе, и ты не хочешь менять эту работу. В таком случае тебе нужно знать эти вещи для того, чтобы ты мог модифицировать отношения с этим человеком, чтобы ты не был такой вот молчаливой жертвой, которая просто терпит то, что делает он, чтобы ты сам мог его побеждать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем 5 вещей, которые позволят вам победить нарцисса. Если вам вот этим интересно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Первое, что тебе нужно сделать, это искоренить весь газлайтинг из ваших отношений. Нарцисс часто использует газлайтинг, он говорит какие-то вещи, типа что, по-моему, ты слишком эмоциональна, ты какая-то слишком нервная, или вот вспомни, мы с тобой как-то разговаривали, ты мне обещала, что ты что-то сделаешь, а ты сейчас что-то не помнишь, потому что у тебя как бы проблемы с памятью. Вам нужно выучить простые фразы. Я не помню, чтобы мы с тобой это обсуждали. Я не помню, чтобы вот этот человек в таком контексте это говорил. Твоя вот эта вот шутка, она не смешная. Это не я не понимаю юмора, а твоя шутка не смешная, она оскорбительная. Я не помню, чтобы мы с тобой договаривались о каких-то вот вещах. То есть вы должны сделать так, чтобы все его эти газлайтерские поползновения, когда он пытается сделать так, чтобы вы стали сомневаться в своей правоте, сомневаться в своей памяти, сомневаться в своих желаниях, сомневаться в своих каких-то решениях, они все должны упираться в вашу твердость, жесткость и уверенность. Такого не было, я этого не помню, я тебе такого не обещала, ты точно, я помню, что ты мне это говорил. То есть вы должны очень четко и твердо озвучивать свою позицию, чтобы тут не было никаких, знаете, таких люфтов для каких-то сомнений. И вторая техника для того, чтобы победить нарцисса, которую вам нужно освоить, это техника серого камня, так она называется в интернете. Вам нужно понимать, что нарциссу очень важно получать от вас какие-то эмоции, ему важно вас подкалывать, чтобы вы обижались, ему важно вас как-то расшатывать, выводить на эмоции, если вы заплачете, вообще для него идеально. Он чувствует, что он вас эмоционально контролирует таким образом. Поэтому вы должны взять себе за правило отвечать всегда холодно и однозначно. Да, нет, не знаю, я сейчас не готова говорить об этом, поговорим позже. Я не помню, если я вспомню позже, я тебе напишу или отвечу. Кроме того, вам важно следить за тем, чтобы ваш голос был максимально эмоционально холодным, мимика была какой-то максимально отсутствующей, потому что чем меньше нарцисс получает от вас эмоционального ответа, тем он таким образом получает меньше нарциссического ресурса и рано или поздно он просто устанет пытаться вас как-то расшатать. Если он поймет, что вы как камень, почему называется серый камень? Устойчивая как камень и незаметная какая-то малоэмоциональная серость. Соответственно, когда он поймет, что вы такой серый камень, он автоматически перестанет пытаться вас расшатывать, просто тратить энергию на такие безрезультатные действия. Третья вещь, которая позволит вам победить нарцисса, это если вы научитесь его разоблачать. Дело в том, что для нарцисса очень важно выглядеть хорошо в обществе. Он должен быть таким хорошим парнем, который достигает всего, выглядит прекрасно, ведет себя прекрасно, к нему все относятся прекрасно. И когда он наедине с вами ведет себя как такой мерзкий домашний тиран, когда он начинает использовать все это пассивное, агрессивное поведение, начинает вас подкалывать, унижать, как-то подшучивать над вами, специально не выполняет данные обещания, ему очень важно получить от вас эмоциональный отклик. Он видит, что вы негодуете, расстраиваетесь, печалитесь, злитесь, и он таким образом чувствует, что я контролирую этого человека. Раз я его эмоционально контролирую, и при этом он не уходит из отношений, значит я такой классный, потому что только рядом с таким классным человеком могут так люди все это терпеть. Но этот нарциссический ресурс, связанный с тем, что он вас как-то разрушает и унижает, он меньше, чем тот нарциссический ресурс, который он получает в обществе, когда он там показывается как такой прекрасный человек. Наверняка, если вы живете с нарциссом, вы замечали, что когда вы наедине, то это один человек, а на людях он ведет себя совершенно иначе. Так вот, для него вот тот нарциссический ресурс, связанный с его таким социальным признанием, он гораздо больше, гораздо более важный, чем тот нарциссический ресурс, который он получает, когда он начинает вас вот унижать и разрушать. Поэтому, если вы ему как-то донесете, что если ты будешь так себя вести, то я расскажу там, скажем, родственникам какой-то домашний тиран, то таким образом он просто будет стоять перед выбором, какой ему нарциссический ресурс оставлять. И, скорее всего, он перестанет так себя вести, потому что для него очень важно, ну, как бы не разочаровать окружающих в том, какой он прекрасный. Четвертая важная вещь, которую вам нужно запомнить, чтобы победить нарцисса, это не ведитесь на его приманки. Дело в том, что нарциссу очень важно вовлечь вас в какие-то действия, в какие-то процессы или разговоры, где он сможет вас вот так вот расшатать, получить от вас, не знаю, там слезы, какое-то раздражение, и таким образом он получает от вас нарциссический ресурс. Ему приятно, что он вас контролирует. При этом, понимаете, вы же, как правило, знаете, чем это все уже закончится. Предположим, он вас приглашает куда-нибудь сходить к друзьям. Вы идете к друзьям, и вот ему там вы не нравитесь, друзья не нравятся, он какой-то такой обиженный сидит, с кислой мордой, какое-то вот все пассивно-агрессивное такое, в результате вот вечер у вас настроение полностью испорченное, а он получил свой нарциссический ресурс. Или он предлагает какую-нибудь дискуссию на тему там прививок, не знаю, искусственного интеллекта, какой-то криптовалюты, что-то там внеземных цивилизаций, что угодно. Вы начинаете, ну, вроде как это обсуждать, и вместо такой жарко-интересной дискуссии происходит какая-то жаркая, но неинтересная для вас дискуссия, где в результате, в конце концов, он говорит вам, что ты дура, ни в чем не понимаешь, вы сидите расстроенная, а он получил свой нарциссический ресурс. Поэтому вам нужно понимать, что вы не должны давать ему повода. Он будет вас часто вовлекать в какие-то процессы, дискуссии, разговоры, которые вам в принципе не нужны, и которые в результате приведут к тому, что вам будет хуже, а ему будет лучше. Поэтому просто не ведитесь на это. Разговаривайте с ним только о том, о чем нужно разговаривать вам. Не отвечайте на его какие-то вот запросы. Ну и пятая вещь, которую вам нужно сделать для того, чтобы победить нарцисса, она самая сложная в исполнении, самая простая в том, как это звучит. Вам нужно просто идти и жить свою жизнь. Если вы выполнили все предыдущие вещи, то и эту вещь вы сможете сделать. Вам необходимо, предположим, по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам, все еще общаться с этим человеком, но это не означает, что все, что вы должны делать, это общаться с этим человеком, либо думать о том, что он там вам такого наговорил. Начните заниматься собой, уделите внимание своим интересам, изучите свои потребности. То есть просто живите свою жизнь так, как будто бы этого человека не существует. Потому что часто бывает так, что люди, которые находились в отношениях с нарциссом, они становятся как будто бы рабами этой ситуации. Даже уже выйдя часто из отношений, они все обсуждают, что же с ним там происходило, как он так себя повел, как он мог себя повести с тем человеком, как он мог повести себя так со мной. То есть человек вышел уже из отношений с нарциссом, но тащит у себя на спине, как будто бы такой мешок со всеми этими историями про этого нарцисса. То есть он все еще как бы находится в отношениях с ним. Поэтому вам нужно уже сейчас идти заниматься собой. Помните, что жизнь у вас одна, и время оно не восполняется. Если у вас есть успешный опыт, как вы победили нарцисса, смогли сделать так, чтобы он вас не разрушал, пожалуйста, поделитесь вашим опытом в комментариях. Если у вас есть какие-то вопросы, вам сложно разобраться в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, вы чувствуете, что вы самостоятельно как-то не вывозите этого противостояния, вы можете обратиться ко мне на консультацию. Для этого просто пишите мне в личных сообщениях. Ссылки есть под каждым видео. Это Facebook, Instagram, Telegram. Мы с вами договоримся и подумаем, как можно это проработать, как можно эту ситуацию разрешить. Неразрешимых проблем не существует, главное начать ее решать. Если эта тема кажется вам важной, видео понравилось, обязательно поставьте мне лайк. Я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.